Заказывай шапки для кручения на голове. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня поговорим на интересную тему. Наверняка многие с ней сталкивались. Закачка. Бывает такое, что вам советуют закачиваться, и они правильно делают. И вы пытаетесь как бы это делать, понимая авторитет того, кто вам это советовал. Но с каждой недели или месяца вы не видите толку. То есть вы делаете спичаги, делаете уголок, отжимаетесь на руках у стены, а толку никакого. Бывало с вами такое? Наверняка. В чем косяк? Косяк в том, что вы хотите все и сразу. То есть вот, например, задайте себе вопрос, если вы делали спичаги. Сколько спичагов вы в итоге смогли выжить? Скорее всего, там штук 5-10. Я знаю очень много ребят, которые остановились на 8-10 выходах, подряд не опуская ноги. Этого недостаточно для того, чтобы увидеть значительный результат во флая. То есть это первый пунктик. Вы должны понять, чтобы спрогрессировать во флая, спичаги нужно делать в количестве от 20 штук. И они должны быть прям такие на энергии. Вам должно быть легко, короче, их делать. Если вы делаете их меньше 20-ки, толку никакого. А сами подумайте, сколько нужно с нуля времени, чтобы с нуля спичагов, когда вы даже держать ноги в воздухе не можете, да, дойти до 20-ки. Я думаю, что это месяц, два или три, причем вы должны прям плотно работать. Каждый день, каждый день, каждый день. В советской школе, короче, качалки, там же качалок не было. Вот там во времена, когда мой отец занимался, там у них только-только это все появлялось, появлялось. У них, короче, была прикольная система исчисления. То есть вот как наши качки занимаются, там 4 подхода, по 12 повторений и все. А мой батя всегда говорил, типа, я сегодня поднял там 2 тонны. Я всегда, типа, чё, какие 2 тонны. А 2 тонны – это вес со всех подходов вместе взятый. То есть, например, ты поднимаешь на бицепс 10 килограмм. И вот сколько раз ты поднял, например, с утра ты сделал 4 подхода по 10 подниманий, по 10 повторений. То есть 4 на 10 умножай, даже не на 10. 10 на 10 – это 100, потом еще на 4 – 400. То есть 400 килограмм ты с утра поднял. Плюс днем то же самое, плюс еще 400. Плюс вечером еще 400. Итого, что у нас? Тонна 200 получается. Все правильно? Все правильно. Тонна 200 на бицепс вы подняли в день. Короче, к чему я говорю? Вы должны действовать примерно так же. То есть большинство из вас пытаются закачиваться только на тренировки, а этого мало. Вы должны весь свой день поделить на количество повторений. Просто возьмите листочек, запишите, и там сделайте пометку, например, спичаги, уголок, отжимания у стены, еще что вы там делаете, балансы, я не знаю, кто чем занят на закачке. И распишите, сколько повторений в день вам нужно сделать. Я вам советую, но так на вскидку я не помню, я когда делал спичаги, я прям долбил до крови из носу в прямом смысле этого слова. Я не считал своего повторения, но я делал их очень много, и в течение часа у меня было несколько подходов. То есть, например, я бодрствовал там, ну спал, например, я часов 8, бодрствовал, например, сколько получается, 16 часов. Какое-то время я был на учебе, ну и предположим, у меня оставалось там 6 часов вот таких вот свободных, типа без учебы, без тренировок. И в эти 6 часов я делал примерно подходов, ну подходов 20 я делал, я думаю, что. Ну вот и каждый подход я делал относительно своей силы. То есть там в какой-то подход я делал там 3 спичага, когда начинал, в какой-то 0, в какой-то 5 у меня получалось, в какой-то 2. И вот с каждым новым днем я чувствовал, что я сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому я вам советую завести дневник или листочек, или на телефоне сейчас у всех смартфоны, сделайте табличку. И просто прям считайте, сколько в день спичагов вы сделали. И помните, что это очень долгий путь. Не будет такого, что вы вдруг, ну типа у вас говеный флай, вам посоветовали там делать спичаги, вы начали их делать, нифига не прокатили, нифига не прокатило, и вы такие, пф, идея говно, а я типа не верю в это. По сути просто возраст ваш как бы решает, вот тут, ну не решает проблему, а наоборот вызывает проблему. Потому что чем ты младше, тем ты хочешь, чтобы быстрее и сразу. С возрастом ты понимаешь, что такого не бывает, и ты как бы ответственно не относишься к этому. Поэтому я вам советую просто включить как в рацион вот эту закачку, как зубы почистить каждый день, как покушать, да, там как поспать. Каждый день вы должны делать закачку, независимо, улучшился у вас флай, или вы уже нереально его крутите. Спичаги все равно нужно продолжать делать, закачиваться по-любому нужно продолжать. И это нужно делать каждый день. Либо у меня был видос с закачкой растяжкой, я говорил, что можно чередовать, да. Но это уже для старперов. Кто помоложе, может тренить каждый день. И не надо как бы каждый подход до усера долбить. Просто делайте в свое удовольствие. То есть бац, вспомнили на тренировке. Вот тренировка, например, у вас идет. Вспомнили сделать спичаги, погнали. Выжили сколько-то спичагов, все, и будет вам счастье. Там уголок поделали. Не надо выделять целую тренировку под закачку. Не надо после тренировки закачиваться. Не надо до тренировки закачиваться. Просто вспомнили, сделали. По улице идете, вспомнили, попрыгали на руке, пошли дальше. На учебе, на переменке вспомнили. Оп, спичаг сделали. На руках походили, пошли дальше. Это работает 100%, просто поверьте на слово. Вы должны весь свой день уделить закачке, просто без фанатизма. У вас по-прежнему есть свои дела, учеба, тренировки, работы, там, я не знаю, у кого-то семья, дети, у кого-то еще что-то. Просто вспомнили, просто сделали. Подход с пищегов, я думаю, секунд 20 у вас займет. Что такое 20 секунд от вашего времени? Поэтому имейте в виду. Короче, посыл в чем? Сразу никогда ничего не бывает, и сдаваться там на пяти спичегах смысла нет. Если вы хотите реально почувствовать эффект от закачки, вы должны увеличивать результаты, как в любых отжиманиях или приседаниях. Поэтому дерзайте, ребята. Крушила мои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!